Лавокин, Якушенко, Евич, Чепиков. Это всё первая рота, третий взвод. Для нас депутаты, директора департаментов, начальники ведомств. Для организаторов мобилизационных сборов – сержант Лавокин, капитан Кусков, майор Антошин, старший лейтенант Матыцын. Оргсбор, построение на плацу войсковой части. От руководителей органов власти требуется выдержка, мужество, умение находить правильные решения. Для нас, офицеров и рядовых запасов, очень важно находиться в постоянной готовности к решению задач обороноспособности государства в пределах наших полномочий. Сбор проходит в течение двух дней. План насыщен, интересен. Мы проведём с вами занятия по огневой подготовке, где каждый из вас вспомнит, как это делается, что это такое и как необходимо выполнять нормативы. По инженерной подготовке, как устанавливаются мины, что с ними делают, как их нужно разминировать, как преодолевать. По радиационной, химической, биологической защите. Учителя, коммунальщики, строители, депутаты и власть исполнительная. Почти 200 человек сменили на время мобилизационных сборов, пиджаки и туфли, на камуфляж и берцы. Для участников сборов командир один, что на гражданке, что на территории войсковой части. Губернатор Александр Богомаз. Памятное место. К нему возложение цветов. Минута молчания. До переезда на полигон осмотр войсковой части. Дом юнормии. Ребята в форме, дети военнослужащих. Именно здесь ребята готовятся к таким играм, как всероссийская игра «Победа». Это финалы. В САИ «Орленок», «Зарничка», «Зарница». Выступая на России, у нас есть в том числе призовые места, то есть когда мы входим в тройку лидеров. Не просто встреча. Награждение. Вручают медаль юноармейской доблести второй и третьей степени. Служу России, юноармия. Я хочу выразить особые слова благодарности, Василий, за вашу поддержку, которую вы оказываете нашему военному городку. Наши жители это очень сильно ценят. Благодарность от военных за капитальный ремонт Кровель. Крыши многоэтажек здесь приводятся в порядок третий год. Другие регионы стали брать на вооружение такое сотрудничество. На территории части строится храм, подошли к нему. А в это время участники мобилизационных сборов проходили свой квест с разными точками. Повзводно изучают теорию, слушают военных и медиков, практически вспоминают навыки. Движение от перстневидного хряща в одну или в другую сторону, под мышцу. Есть способы наложения жгута, когда вы поднимаете руку, подкладываете перевязочный пакет. А за оказание первой медпомощи. Если раньше считалось, что это теория, то сейчас ясно, необходимая практика. Слушают внимательно, пробуют с пониманием. У меня уже было в этом году, когда был обстрел квадрокоптером пассажирского автобуса, прибыл на место, были ранены 4 человека. И вместе с медсестрой мне приходилось оказывать медицинскую помощь. Вот эта учеба дорогого стоит. Медицина не стоит на месте, а медицина развивается, как и другие науки. И сегодня я очень многое здесь уже познаю и думаю, что пусть оно не приходится, но все равно знать надо. Взяли в одну руку общий моток и просто, да, пациенту будет больно, неудобно, тем не менее. Самую глубь, полностью тампонируем рану, максимально глубоко. Нужно заполнить весь раневой канал. СВО наложило свой отпечаток на данные сборы, потому что и тактическая медицина уже на новом уровне, новые всякие приспособления, препараты нам показывают. Соответственно, и техника уже не старая советская какая-то, а новая, современная, которая отвечает современным требованиям. И, конечно же, и в гражданской жизни эти навыки нужны, особенно у нас в приграничной зоне. Всякое может случиться, и прилеты, и так далее. Уметь оказывать первую помощь, уметь пользоваться любым транспортом – это самое главное. Потому что лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Руслан Егоров знает, что говорит. 53 раза был на линии огня спецоперации, попадал под обстрел, передавал бойцам технику автомобиля. Это МСИУ – машины сопровождения и управления. Мне как в машине здесь три с половиной оборота руля, чтобы повернуть в одну сторону. Я буду. Владимир Филиппов за рулем, рядом инструктор. Рассказывает особенности машины. Она стоит на вооружении, нужна для перевозки десанта. Мины и несрашный корпус бронированный. С машиной по факту не произойдет ничего. Потому что сзади капсула, которая полностью в броне находится. Тут очень огромная яма. Очень волнительное впечатление, конечно. Первый раз на этой машине еду. Ну, вообще замечательно. Чувствуется мощь машины, проходимость ее. Ну, как всегда в нашей армии. Все на высшем уровне. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади, моя тоска. Вот он я, привет войска и перельсы поезда. Как я попал сюда. На автодроме больше десятка машин. Все они стоят на вооружении российской армии. Сесть за руль каждый. Выполнить задачи. Понять особенности. Услышать историю создания и технические характеристики. Заезжали в грязь по пол колеса. Он спокойно себя чувствовал в ней и выезжал. Без труда. То есть мы говорим, что это автомат, но в принципе эта машина может модифицироваться и работать и как механика, правильно? Все верно. Точки для изучения особенностей разворачивания связи, мачта и способы ее установки. Имитация боя на полигоне. Сюда приехали со всех точек участники мобилизационного сбора. Мы находимся на войсковом стрельбище. Слева, справа от вас представлены учебные места для подготовки подразделений и солдат. Обзор вводные и расходятся по разным учебным местам. Свинтовка снайперская Драгунова. Широко используются в специальной военной операции с калибром 7,62. И следующее вооружение, то же самое, калибра 7,62, пулемет Калашникова модернизированный. Все боевое вооружение, конечно, соответственно, с него выполняются уже с определенной задачей, боевые стрельбы и так далее. То есть ничего учебного здесь нет. Здесь сборы максимально профессиональные. Рушко-дильзы укладываем, закрываем. С этой стороны у нас положение огонь. Дмитрий Ларин получает инструктаж. Говорит, хоккейная амуниция весит меньше, чем бронежилет в 16 КГ. Но как в каждом деле важный опыт, знание, практика. Я сейчас стрелял с пулемета Калашникова. Одна мишень поражена. Но при тренировочном процессе можно поражать, наверное, и все остальные. Слушать и слышать команды, четко выполнять приказы командира, работать слаженно. Это тоже навыки, которые оттачивали и на автодроме, и на полигоне. Насколько сильны и грамотны в боевом смысле подчиненные, оценивает губернатор Александр Богомаз. Они же командиры, командиры на местах, особенно главы, депутаты, гостные дома, которые здесь действующие, представители комитета. Но это то, что сегодня без этого нам уже невозможно. Потом мы подведем эту, поставим всем оценку и скажем, кого нужно еще оттуда. Неси пулемет. Несли пулемет, СВД, пистолет Макарова, АК-12. Каждый мог вспомнить навыки стрельбы. Меткость на учебных местах оценивали военные. Они и помогали, и наставляли, и вели учет. Стреляли и ездили, маскировали позиции, останавливали кровотечение, спасали из-под огня, устанавливали противотанковые мины, налаживали связь. Мобилизационные сборы проходили по четкой программе военных. Мария Сергеенко, Виктор Левченков, Жуковский район.